Коллеги, рядом со мной Александр Сикачина, это наш спикер деловой сессии, наш ВИП-гость и участник нашего форума. Здравствуйте! Добрый день! Давайте немножко больше расскажем о сессии, которая сейчас проходила. Там задрагивались очень интересные темы. Да, мы сегодня дискутировали о том, каким должен быть магазин, каким должен быть потребительский опыт. И вот я рассказал свои позиции. Я считаю, что сегодня нужны простые решения, нужны простые магазины, нужны простые отношения с потребителем. И в первую очередь это касается и выбора на полке. Когда покупатель приходит в магазин, он не должен висеть в магазине, висеть в полке, думать. Выбор должен быть простым. И наши магазины мы строим по этой концепции. Мы не стараемся задержать покупателя в торговом зале. Я скажу из-за того, что потребитель в магазине испытывает стресс. И он пришел расстаться с деньгами, он пришел купить товары по списку. И мы не должны предлагать ему ничего лишнего. Я противник промо, в дискаунтерах. Мы придерживались той позиции, что нужно дать возможность покупателю быстро пройти в торговый зал, найти товары. Увидев 2-3 товара в категории, одна потребность, два товара. Или может быть три товара. Прийти к расчетной кассе в узел, не надо его грузить там скороговорками, различными дополнительными предложениями. Нужно быстро служить и отпустить его домой, чтобы стресс был минимальным. Мы лучше обслужим больше покупателей и сократим время стресса. Вот так мы видим свою миссию в сегодняшний момент. Хотя в это же время магазины у дома должны, безусловно, иметь и сервисную функцию. Если человек хочет узнать, из чего испекли хлеб или какая колбаса, лучше, безусловно, это нужно. Но в дискаунтерах все должно быть проще. Вот эта простота отношений, простота выбора и простота магазинов, наверное, сегодня имеет место быть. Это как мы видели всех бедных мужчин с потухшим взглядом, которые фотографируют каждый товар на полке, чтобы отправить супруге, которая должна дать добро на одну из 15 позиций, которые представлены на полке. Получается, мы сэкономим и время, и моральное спокойствие. Это важный фактор, да. Так что, ну, что стоишь масло, да, пол-литра или литр. Ну, возьму пол-литра, будет скрипеть, еще раз бегаю, да, как бы. Ничего страшного. Главное не ошибиться в самом масле. Вот, это действительно так. Вот этот эффект белки, как называется, да, когда покупатель стоит перед витриной с чаем, да, там 150 тысяч, как уже чай выбрать, да, как бы. Или чем отличается красное вино за 5 тысяч, красное вино за 500 рублей, да, как бы. То есть оно все красное, все риоха и все сухое, да, как бы. Надо делать простые решения. Нужно уважать потребителя и делать, облегчать его жизнь. Человек не хочет думать, он хочет понимать функциональность товаров. Об этом тоже говорили, ну, что сложные товары, например, там, не молоко, красивый продукт, но что это, я до сих пор не знаю, это не молоко. Вот такие вещи. Насколько вот ваша дискуссия была жаркой, насколько с вашей позицией согласились ваши коллеги? Ну, это два полюса. То есть кто-то выступал за эмоциональный маркетинг, и это имеет место быть. То есть есть магазины, специалисты, есть магазины премиальных товаров, есть магазины, в которых консультация нужна. То есть там люди получают удовольствие при выборе. Это просто другой полюс. Вот, и должны быть, есть другая целевая аудитория, люди, которые, еще раз, может быть, как бы мы делим свою целевую аудиторию на два сегмента. Люди, которые вынуждены экономить, и люди, рационально ведущие свой образ жизни, покупающие. То есть в наших магазинах, может, я к нам рассказываю, если приехать, скупые, жадные тоже есть. Зачем им переплачивать, да? То есть это нормально. Поэтому вот омниканальность, то есть мультиформатность сегодня позволяет покупателю и потребителю пользу несколькими каналами. То есть я могу поехать в дискаунтер, купить там много недорогих продуктов, отвезти в деревню, не знаю, строителям, себе любимому. Вот. В это же время покупать какой-то изысканный продукт в азбуке вкуса, это нормально. Замечательно. Ну и, наверное, может быть, какой-то легкий прогноз для всех ритейлеров на ближайшие месяцы. Понятно, что сейчас прогнозы, дело сложное. Но вообще, в принципе, как настроение, и как вот выбрался правильный ли вектор для развития всего ритейла? Мы для себя горизонт понимания ситуации отодвинули на последнюю декаду мая. То есть мы пока стратегии не пересматриваем, а как бы выбрали позицию немножко замереть. Развитие продолжаем, те проекты, которые запущены, они продолжаются. Но то, что касается инвестиций, грядет пересмотр. И для понимания, как поведет себя отрасль, а отрасль – это поставщики, это потребитель, это заменители там товаров, это сотрудники. То есть вот рынок труда, то есть нужно все эти компоненты, чтобы сейчас они сложились. То есть сейчас очень много неопределенных факторов. Из-за этого прогнозирование становится сложным. Видим, что рынок восстанавливается, поставщики, провалив сервис, сейчас его потихоньку восстанавливают, пересматривают условия договоров. Мы не знаем, вернется ли все как бы на позицию там январских отношений. Будем жить вот в новой, то есть мониторить и смотреть. Проблема есть, но не решаемая. Получается, сейчас пока уравнение с слишком большим количеством неизвестных, но мы дождемся того момента, когда этих неизвестных станет поменьше и сможем уже все точно рассчитать. Каждый день какая-то неизвестная становится известной. Спасибо. На этой хорошей ночи хочется закончить наше интервью. Спасибо за позитивный взгляд. Надеюсь, что все будет хорошо и для всех участников рынка, и для конечных покупателей тоже. Спасибо большое. Спасибо.